МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официальные данные. Первые результаты подсчета голосов по выборам мэра Запорожья известны. Помочь перезимовать. С 1 ноября вступает в силу запрет на вылов рыбы в Запорожском и Каховском водохранилищах. Запорожье – город чемпионов. О своих спортивных успехах рассказали в клубе по трофи-рейду. Вместо праздника – спасательная операция. Сноубордист во время спуска с горы встретил необычного попутчика. Депутаты облсовета массово прогуляли последнюю сессию своего созыва. Из 100 избранников народа решать важные вопросы области в сессионный зал пришли только 43. Какие проблемы остались нерешенными и что с ними будет дальше – далее в сюжете. Первая регистрация депутатов шестого созыва в сессионном зале сразу показывает. Избранников народа в зале недостаточно, чтобы утверждать насущные вопросы. Первый заместитель председателя областного совета признает сессию неполномочной. Загальный склад Запорожской областной рады – 100 депутатов. В сессийном зале присутствует 41 депутат. Сессия не является полномочной. На последней сессии облсовета депутатов шестого созыва должны были получить награды запорожские военные, волонтеры, представители медицинской сферы и педагоги. Так как эта процедура кворума не требовала, запорожцы получили заслуженные награды. Среди них и Александр – боец 23-го отдельного мотопехотного батальона. Не могу сказать, что я там сильно что-то заслужил. Я просто служу как обыкновенный солдат, сержант. Скорее всего, показалось нашему руководству, что кто-то должен получить эти медали. Награду за развитие Запорожской области от запорожских чиновников сегодня получила и волонтер Елена Ярошенко. Я надеюсь, что в ближайшее время и такие же награды будут вручены семьям погибших бойцов, потому что почему-то о них совсем забыли. И волонтер рада, что сегодня власти чтят подвиги запорожских военных. Срыв сессии, на которой должна была решаться судьба военного полигона в районе села Широкое, считает необоснованным. Может быть, сейчас пришло бы какое-то решение, и мы уже могли бы действовать. И бойцы, и волонтеры, и, может быть, это время мы теряем. Потому что идет зима, и если решится, что в батальон отберут эту базу, то ребята останутся в разбитых стенах зимой под Токмаком. После вручения наград Светлана Абдурахманова снова проверяет количество депутатов в зале, но опоздавших лишь двое. Кворума нет, голосовать за повестку дня некому. Депутаты расходятся, а все вопросы, которые сегодня не рассмотрели, автоматически переходят на рассмотрение депутатам следующего созыва. Следующая сессия с новым составом депутатов должна собраться уже в ближайшее время. Ведь кроме нерешенных вопросов последней сессии, новым слугам народа предстоит принять областной бюджет на 2016 год. Диана Клочко, Екатерина Сверденко, Игорь Бахиркин, ТВ5. Кто проходит во второй тур на выборах мэра Запорожья? Сегодня члены горизбиркома обнародовали данные по трем районам областного центра. Заводскому, Коммунарскому и Ленинскому. Уверенный лидер избирательной гонки Владимир Буряк, представитель промышленных предприятий региона. А вот за второе место идет жесткая борьба. На выход во второй тур выборов мэра претендует Ярослав Гришин. По данным из трех районов, он более чем на один процент опережает провластного кандидата Николая Фролова. Подробности в следующем сюжете. Запорожские горы сбирком продолжают подводить итоги местных выборов. Согласно обработке протоколов по трем районам Запорожья, Заводскому, Ленинскому и Коммунарскому, на выборах городского головы уверенно лидирует Владимир Буряк. Его результат 31,1%. На втором месте Ярослав Гришин. Он набрал втрое меньше голосов, а именно 12,8%. С отставанием от Ярослава Гришина более чем в один процент идет Николай Фролов. Его результат 11,7%. На четвертом месте Сергей Кальцев с 9,9%. В пятерку попал и Александр Син. За него свои голоса отдали 8% запорожцев. Согласно предварительным результатам, во второй тур выборов мэра Запорожья вместе с лидирующим с большим отрывом Владимиром Буряком выходит Ярослав Гришин. Отстающий от него на один процент Николай Фролов, по мнению политологов, пытается любыми способами обойти конкурента. Есть информация о том, что председатели комиссии Шевченковского района где-то и на коленках писали, видели кадры, показывали на запорожских телеканалах. Все это, конечно, не красит ни партию власти, ни кандидата действующего народного депутата. Победа любой ценой в таких вещах, она недопустима, неправильна и вызывает еще большее недоверие к власти. Напомним, в избирательной комиссии Шевченковского района протоколы с результатами голосования заполнялись и скреплялись печатями в коридоре непосредственно перед заседанием комиссии. Это прямое нарушение закона о местных выборах. Здесь, уже в этом помещении, глава избирательной комиссии, секретарь, полностью переписывает протокол, ставя уже свои цифры, которые они считают нужным. При этом у них есть печать. Печать совершенно невозможно вывозить из наблюдательных комиссий, запрещенных законов. За то, по этому поводу была вызвана милиция. Лидер объединения «Укроп» Геннадий Корбан в эфире одного из телеканалов заявил, пытаясь повлиять на результат местных выборов, власть показывает свой страх перед демократическими силами. Идентичная ситуация в Запорожье, где наш кандидат в мэр Ярослав Гришин впритык подошел ко второму туру, а с него просто хамским образом срезают голоса. Команда Гришина сегодня подала в суды около ста исков о нарушениях. Тем временем в городской избирательной комиссии продолжается сведение протоколов голосования. На очереди обработка результатов еще четырех районов Запорожья. При этом, уверяют эксперты, уже сейчас можно констатировать, таких низких результатов провластные кандидаты еще не показывали. Лидируют с большим отрывом оппозиционные политические силы. По всей Запорожской области и в городе Запорожье убедительную победу одержал оппозиционный блок. А среди кандидатов на пост городского головы представитель комбината «Запорожсталь» Владимир Буряк, набравший более 30%. По мнению политолога, ситуация борьбы за второе место неправовыми методами, которая сложилась сегодня при подсчете голосов на выборах мэра Запорожья, противоречит всем демократическим основам народного волеизъявления. Представляя интересы жителей города, мне бы хотелось, чтобы выборы в нашем городе прошли честно, открыто и справедливо. И если большинство жителей Запорожья выразили поддержку Ярославу Гришину в его противостоянии с Николаем Фроловым, то, конечно, хотелось бы видеть объективный второй тур и тех кандидатов, которые вышли благодаря воле народа, а не каким-то искусственным манипуляциям на избирательных участках с протоколами. Андрей Борцов, Федор Лукьянов, ТВ5 Трагедия на проспекте Ленина. Среди бела дня в районе Аллеи Славы на пешеходном переходе грузовая «Газель» сбила 26-летнюю девушку. Судя по следам на асфальте, машина протащила пешехода около 10 метров. Прибывшие на место происшествия медики сделать уже ничего не смогли. Девушка скончалась в карете скорой помощи. Личность девушки, которая вследствие дорожно-транспортного происшествия умерла в карете скорой медицинской помощи, установлена. Как пояснил водитель автомобиля «Газ», он двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Южноукраинской в направлении улицы бульвара Шевченко. Девушка пыталась перебежать по пешеходному переходу, проезжую часть. Он не успел отреагировать, совершил на нее наезд. Помочь перезимовать рыбам. С 1 ноября на всех зимовальных ямах Запорожской области вступает в силу осенний-зимний запрет на вылов рыбы и других водных биоресурсов в Запорожском и Каховском водохранилищах. Нарушителей ждет административная ответственность. Что такое зимовальные ямы и где именно они в Запорожском крае, узнавала Оксана Заводовская. Сейчас мы нанизаем прикорм, да? Или не прикорм? Как называется? Мясо. Ну мясо, ну уж как это называется? Наживка, да? Наживка, да. Померяем глубину и попробуем поймать большую рыбу. Алексей – рыбак-любитель. Мужчина отдал своему хобби больше 20 лет. Теперь к любимому делу приучает сына. Каждый выходной стараемся. Сегодня рабочее время, просто приехали. Не ждать, что мы на бычка ездим. А вот маленькому Илюше нравится хороший клев. Хотя, говорит, всю рыбу старается выпускать. Больше мне нравится рыбачить там, где на бычке. Там просто быстро рыба клюет. С 1 ноября вступает в силу запрет о вылове рыбы в зимовальных ямах. Сначала, говорят, запорожь рыбохране будут предупреждать рыбаков. Подзимовальная яма подразумевается углубленный участок водоема с твердым дном, либо на котором присутствует течение, либо есть приток свежей воды, то есть подзимные родники, так называемые. На этих местах рыба массово собирается для дальнейшей зимовки. Обычно это один-два вида рыб. За нами сейчас находится, это у хвостя острова Хортица, это также является зимовальной ямой. То есть, вот сейчас вы видите, здесь рыбаки рыбачат. После 1 ноября это будет запрещенный участок. За вылов рыбы в осенне-зимний период в неположенных местах предусмотрена административная ответственность. Его ожидает административное наказание в виде штрафа от 34 до 170 гривен, либо просто предупреждение. За лов рыбы запрещенными орудиями лова, ну это, собственно говоря, запрещено всегда, то бишь драки, электроудочки, сети, штраф предусмотрен от 340 до 680 гривен. Олег – рыбак со стажем. Мужчина говорит, что запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах действует уже не первый год. Считает, это положительно влияет на биоресурсы Днепра, хотя и ограничивает возможности для рыбалки. Я думаю, все-таки мы должны понимать какие-то законы природы и не быть издевенцами, а думать о завтрашнем дне, потому что природный запас у нас все-таки неисчерпаемый. Но все же на радость запорожским рыбакам на Днепре остаются места, где будет разрешена рыбалка и осенью, и зимой. Рыбачить можно будет залив Кривая бухта, плавневая часть Каховского водохранилища. На Запорожском водохранилище это открытый Днепр, за исключением балки Вольная, Гадючая, реки Вольнянка, района острова Товолжанский и залива Сухеньки в районе села Крысловская. В принципе, на Запорожском водохранилище почти вся акватория открыта для любительского рыболовства. О том, что с 1 ноября вступает в силу запрет о вылове рыбы в зимовальных ямах, семья Иволовых не знала. Ведь папа сына всегда рыбачит лишь с берега. Да и то, что словили, стараются отпускать. Вообще-то запрета у нас много. И закрывается и с лодок, и на одну удочку, насколько я знаю, всегда можно было ловить с берега. Запрет будет действовать на таких участках Каховского водохранилища, как от Платины до Лысогорки, залив в районе тренировочного комплекса ОМВД Украины в Запорожской области, соединяющий грибной канал с рекой Днепр. 300-метровая акватория по обе стороны от насыпной дамбы в Балабинском заливе. В районе села Червоноднепровка Запоровского района. От Алексеевской насосной станции в селе Большая Знаменка Каменко-Днепровского района до административной границы Херсонской области. Акватория водохранилища на 1 километр выше и ниже по течению от опора разрушенного моста, который находится вблизи акватории порта в Каменко-Днепровском районе. Рыбалка также будет запрещена и на некоторых участках Запоровского водохранилища. Оксана Заводовская, Эдгард Капытов, ТВ5. Больше половины стипендии за тепло. Из-за подорожания газа студенты Запорожья начали массово оформлять жилищные субсидии. С октября украинцы вынуждены платить за отопление в 2,5 раза больше, чем раньше. В общежитиях запорожских вузов живет около 30 тысяч студентов. Как правильно оформить льготу и кто имеет право на скидку, далее в сюжете. Анастасия Киданова учится на переводчика, живет в студенческом общежитии. Из-за увеличения тарифа на отопление за комнату должна была отдавать больше половины стипендии. Но благодаря субсидии есть возможность сэкономить, говорит девушка. За год я могла бы заплатить 3 тысячи, допустим, 200 гривен. А так я заплачу 1400, 1300. Раньше студенты не очень охотно оформляли субсидии. Говорят, суммы компенсации были несущественными. Теперь отношение изменилось. Чтобы избежать очередей, специалисты соцзащиты сами приходят в студенческие общежития. Право на субсидию имеют также студенты, снимающие квартиры. Главное – иметь договор об аренде. Даже тот студент, который не хватило места в общежитии, а снимает квартиру по договору найма, он может обратиться за субсидией. В департаменте соцзащиты говорят, всего в Запорожье уже обратилось за субсидиями в три раза больше студентов, чем в прошлом году. Дмитрий Злащевский, Олег Плитыкин, Денис Сополев, ТВ5. Боевая задача по защите Мариуполя выполнена. Загадки скифов, красота Украины и творчество, порождающие дискуссию. Об этом и не только далее в выпуске. Память о герое. Почти честь военнослужащего спустя год пришли родные, друзья, участники АТО и неравнодушные пологовцы. Четыре автографа. В Запорожском областном художественном музее открылась юбилейная выставка сразу четырех художников. Старт европейской квалификации чемпионата мира. Мужская национальная сборная по гандболу проводит тренировочные сборы. Бедная чилийская лошадка, но сноубордист спас животное в свой день рождения. Молодой, перспективный, красивый и сильный. Таким в пологах знают Артема Корнева. Год назад известие о гибели участника АТО сутряслов весь город. 23-летний сержант морской пехоты добровольцем ушел в зону АТО. Погиб при обстреле боевиками поселка вблизи Мариуполя. Почти честь героя Украины спустя год пришли родные, друзья, участники АТО и неравнодушные пологовцы. Он с детства мечтал быть военным и уже в 18 лет пошел служить по контракту. Попал в первый отдельный батальон морской пехоты в Феодосии. Три года служил снайпером, вскоре стал командиром отделения. За плечами и служба в десантно-штурмовой роте. Родной брат Артема рассказывает, после окончания первого контракта семья предлагала парню оставить военное дело. Но ни о какой другой профессии он и думать не мог. Мы, когда были маленькие, постоянно пересматривали военные фильмы. Вот у него была такая инициатива, какое-то дать направление в этой сфере. Ему это нравилось. Кандидат в мастера спорта по бегу на длинные дистанции. Неоднократный чемпион Украины по пауэрлифтингу. Юность Артема прошла в спортивной школе. В честь воспитанника здесь организовали соревнования. В первенстве ДАЮ США по пауэрлифтингу режима штанга лёжа. В памяти героя Украины, выпускника ДАЮ США, горнего Артёма. Закончив спортивную школу, начал учиться. То есть, всё равно приходил в зал, занимался. То есть, он жил, горел. Был бойцом и в спорте, и в жизни. О том, что в этой Пологовской гимназии учился настоящий защитник Украины, теперь напоминает мемориальный знак. Педагоги, случившиеся, до сих пор не могут поверить. В день, когда узнали о гибели бывшего ученика. На уроках было непривычно тихо. Здесь Артёма Корнева запомнили настоящим джентльменом. Потому что свои девчонцы, он портфель подносит до школы почти завжди. В школе планируют организовать благотворительный концерт и собрать средства для создания музея. Его хотят открыть рядом с классной комнатой, где учился Артём Корнев. Вы решили, сами ученики, которые учатся в этом классе, ну и за допомогой школы, сделать музей Артема. В который бы входили экспонаты, прапор их полка, самая полка морских котиков. Далее осколки, которые привезли из снарядов, из градов. Разом с этим, это его школьные годы, которые он провел в школе, чтобы дети могли действительно больше узнать о том, кто учился в этой школе и кто действительно достойный памяти. Девиз Марпехов «Верен всегда» – это о Пологовском герое. После аннексии Крыма он в числе всего лишь 200 оставшихся. В морской пехоте Украины бойцов не изменил присяги. Мечтал пройти курсы сержантов в США, но поездку отложил и отправился защищать Украину на Донбасс. Он говорит, понимаешь, Дима, если бы я поехал на курсы, у меня бы совесть все это время мучила бы. Артема Корнева наградили орденом за мужество третьей степени посмертно. Ему все так же каждую свою спортивную победу посвящает младший брат. Для него Артем навсегда останется примером мужества и готовности служить своей стране. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологи, ТВ5 Боевая задача по защите Мариуполя выполнена. Военнослужащий 23-го мотопехотного батальона капитан Владимир Егоров получил орден третьей степени имени Богдана Хмельницкого. В свои 30 лет этот парень увидел многое и достиг немало. История одного героя далее в сюжете. Владимир Егоров отправился служить в зону АТО еще в мае 2013 года. Был командиром взвода 23-го мотопехотного батальона. Ныне он командир спецназа часть 3042 Нацгвардии Украины. Сегодня он заслуженно получает орден Богдана Хмельницкого третьей степени за выполнение боевых задач по защите города Мариуполя. Героизм, проявленный при защите Украины, верность військовой присяге орденом Богдана Хмельницкого третьей степени народжается наш військовослужбовец, наш військовослужбовец. Зараз капитан, а тоди лейтенант 23-го Кремова мотопехотного батальона, капитан зараз национальной варди Украины Владимир Егоров. Здравствуйте, господин Орден Богдана Хмельницкого за нужность наших військовослужбовцев 23-го Кремова мотопехотного батальона. Они застряли наступ российских військов цяною невероятных усилий застряли врага. С болью в глазах Владимир вспоминает каждый свой бой. Говорит, самое кровавое сражение было под Новоазовском. Именно там батальон потерял первых бойцов. Поначалу это была защита города Мариуполь, были установлены блокпосты, боевая служба именно на блокпостах. Потом было в ходе контрнаступления на город Мариуполь, но мы вышли до Новоазовска. Там был бой, я так понимаю, за этот бой есть награда. В бою под Новоазовском погибло четверо и семь бойцов получили тяжелые ранения. Владимир говорит, когда они слепо шли под обстрел, не зная, что такое война и не имея полноценной военной подготовки. Это как бы было начало войны, наверное, не все были готовы к этому еще моральному. Видите, трупы на раненых большое количество. Первые потери, самое большее запомнилось, это глаза тех матерей, в которых пиццы погибли. После Владимир перешел в Носгвардию. Сейчас продолжает служить по контракту в Энергодаре. Говорит, есть святая цель – передать боевой опыт своим молодым бойцам. То, что не убивает нас, делает сильнее. Я считаю, после этого люди приходят добрее, на жизнь смотрят на лучшую. Большинство пересматривает свои жизненные взгляды. Начинаешь больше ценить жизнь, больше радоваться каждому. Кристина Заревская, Дарья Зырянова, ТВ5. Четыре художника, четыре автографа. В Запорожском областном художественном музее открылась юбилейная выставка четырех авторов. Каждый из них отмечает 65-летие. Объединяет художников не только творчество, но и многолетняя дружба. Мария Маракелян расскажет детальнее. Четыре автора, более двухсот работ и многолетняя дружба. Художников объединяет не только юбилейные 65, но и творческое начало. Анатолий Гребчилев, Тамара Дружина и Галина Сапегина вместе закончили Днепропетровское художественное училище. Степан Марчук – выпускник Вижницкого училища прикладного искусства. Их объединяет вот этот совместный путь, и они уже трижды, вот это третий раз, когда они выставляются в четвером месте. Это уже вроде как традиция становится, может доживем и до 70-летия ихнего. Женская половина художественного квартета на выставке представляет живопись. Любимые жанры Тамары Дружины, портреты, натюрморты и пейзажи. Реалистичная материальная подача образов на ее картинах перекликается с народным искусством. Увидел какое-то там лицо интересное, это не обязательно красивое должно быть, оригинальное какое-то лицо. Вот хочется что-то свое какое-то там немножко принести, или увидел какой-то букет красивый или цветы. Вот хочется это отобразить. Вообще надо отображать гармонию. Художница в свое время работала в одной мастерской с Галиной Сапегиной. Тем не менее, у каждого автора сохранилась индивидуальная манера. Галина Сапегина представлена высокопрофессиональными своими работами, которые говорят о том, что она, ну вот, никак нельзя выкинуть, что называется, слов из песни. Богом данный колорист. У нее такая эмоционально насыщенная, колористическая вот такая подача своих образов, и в портретах, и в пейзажах, и в натюрмортах, что они очень имеют большое эмоциональное воздействие на тех, кто смотрит. Не менее впечатляет график Анатолия Грабчилева. Его работы выполнены акварелью и тушью. Тонкую натуру романтика раскрывают преимущественно пейзажи. Городские, сельские, мотивы чистой природы. По соседству с ними работы Степана Марчука, единственного в Запорожье художника, который работает в технике эмали. Она известна еще с византийских времен, но с конца прошлого века получила новый виток развития. Такой вид искусства называют одним из самых сложных. Это большие температуры, потому что она делается при температуре 800 градусов, как минимум. И других сложностей нет. И то, что всегда, что задумаешь, не всегда получается, как задуман. Потому что еще температура вносит свое изменение. По-разному воспринимают сюжеты, картин и сами посетители. У каждого возникают свои ассоциации. Мария Маркелян, Олег Мовченюк, ТВ5. Загадки скифов и полевые исследования. Тайны давних цивилизаций раскрывает историк и археолог Вячеслав Мурзин. Авторы ряда публикаций готовят к выходу свою новую книгу «Кочевники Украины». О чем расскажет в этот раз известный запорожец. И есть ли будущее у археологии в сюжете Седония Ракелян. Археологическими раскопками Вячеслав Мурзин увлекся еще с 14 лет. Вместе со своими учителями-археологами он попал в село Беленькое Запорожской области, где изучал скифские курганы. По словам Вячеслава, на экспедиции была семейная обстановка. Это и повлияло на решение, чем связать свою жизнь. Но сейчас он преподает в Бердянском университете и, к сожалению, не занимается раскопками. Сейчас вообще полевые исследования практически прекратились на Украине. Финансирование все упирается. Раскопки же это дорогое удовольствие. При этом Вячеслав Юрьевич возглавлял украинско-немецкую экспедицию на протяжении 20 лет. А потом решили сделать такой обмен. Наши специалисты по истории Древней Руси работали там в Германии, копали этот старый гард. А немецкие коллеги во главе с профессором роли, она занималась скифами тоже. Вот мы, значит, с ней работали здесь, на Украине. В ходе совместных раскопок исследовали скифский царский курган Чортумлык, а также занимались раскопками Бельского городища конца 8-го, начала 3-го веков до нашей эры. Все открыли новые погребения. И плюс курганное поле, то есть более маленькие курганы скифские, которые расположены вокруг. И около 40 курганов раскопали. Все погребения оказались разграбленными. Но все же археологам удалось найти ювелирные изделия, свидетельствовавшие о шедеврах скифов. Это шедевры ювелирного искусства не только древнего, но и современного. Не всякий ювелир сейчас может повторить эти вещи. Ну вот, например, был кубок серебряный. Ну, сам по себе кубок, из таких вещей довольно много, но на нем была прочерчена греческая надпись. Вот, то ли владельцу кубка, ага-та было написано. Кроме археологических раскопок, Вячеслав Мурзин написал около 200 научных публикаций, 10 монографий и 9 учебно-методических пособий. И на днях готовится к выходу его новая книга, написанная в соавторстве с Михаилом Ельниковым «Кочевники Украины». Седоний Аракелян, Константин Пороскевич, ТВ5. Хлеб, соль, вода и безграничная фантазия – это все, что может понадобиться для создания красивых изделий. В областной библиотеке имени Горького прошел мастер-класс по лепке из теста «Красота Украины». Его участники не только научились новому творчеству, но и познали все достоинства тестотерапии. Подробности в сюжете Мария Маракелян. Ольга Томачинская по образованию психолог. Лепкой из теста занимается уже пять лет. Последние два года женщина учит и других осваивать это ремесло. Я посетила в Полтавской области село Апрешное, где у нас огромный музей гончарных изделий. И захотела слепить из глины, потому что тоже природный материал. Но это очень далеко, глину надо где-то покупать и все. Тесто всегда рядом. Соленое тесто – материал экологически чистый. Да и рецепт у него нехитрый. Стакан муки, соли и немного воды. Дальше – дело воображения. Так начинается сеанс тестотерапии. Его участниками могут стать люди абсолютно разного возраста. Если делать лепку с детьми соленого теста, дети успокаиваются, состоят умиротворенные, и знаете, в них открывается настолько их какой-то творческий талант внутри, что они настолько изделия делают, что я даже иногда поражаюсь, как вот маленький ребенок какую-то детальку вставил, и изделие уже просто невероятной какой-то красоты получается. Держа в руках этот небольшой клубок соленого теста, чувствуешь себя настоящим творцом. И с каждым нажатием придаешь фигуре новые очертания. Так что у каждого из участников обязательно получится лукальное изделие. Чтобы овладеть азами лепки из соленого теста, требуется около часа. Девятилетняя Настя, как настоящая хозяйка, кропотливо работает с материалом. Просто мне интересно, как это вообще делается, сделать такое, что-то подарить кому-то. Ну, искусство же это. Главной темой мастер-класса стало создание оберега, который для каждого имеет свою форму. Я хочу подковы сделать, как бы оберегом и украсить им какими-то узорами, не знаю, семенами. Чтобы оберегала, семья не ссорилась, была счастлива. Рядом с заготовками теста различные зерна, которые помогут не только украсить фигуры, но и наделить их определенным смыслом. Придать поделкам особую красочность помогут и другие материалы. Здесь украшено, видите, все блесками. Блески наносятся элементарно. Это гуашевые краски, желтая, синяя и остальные цвета. А блески наносятся, это украшение для маникюра, которое продается в наших магазинах. На это иногда уходит даже неделя, если хочешь так, чтобы ошибки не сделать в этом раскрашивании. Легкая музыка, приятное общение и увлекательное занятие стали для всех участников поистине настоящим сеансом психологической терапии. Я очень благодарна Ольге Александровне за то, что она своим душевным таким теплом всех нас согревает и вдохновляет. Что-то сделать такое красивое и доброе. Мария Маракелян, Дарья Зырянова, ТВ5. Разозленный поражением тренер запер футболистов на базе. Наставник туринского Ювентуса Масимилиану Аллегри решил наказать своих подопечных после вчерашнего проигрыша в итальянской серии А. Тренер и капитан Джан-Луиджи Буфон на повышенных тонах выразил недовольство по отношению футболистов к игре. В связи с этим было принято решение закрыть команду на базе до следующего матча. Этим поединком будет субботнее принципиальное противостояние с Турину. Забирать на работе Руслана Левицкого мы не собираемся, но все же такие меры и наказания нужно взять на вооружение. Новости спорта далее. Уже полтора недели под Кабмином продолжается тарифный Майдан. Сейчас протестующим удалось добиться переговоров с представителями правительства. Как сообщил лидер протеста Олег Ляшко, в частности, есть договоренность по изменению условий использования льготного газа. Зминена процедура использования газа по пельговой цене. Если до этого было 200 кубов на месяц, и если они использовали 200 кубов, то они пропадали. То за нашим наполяганием, сегодня уряд внесли изменения к постанове и предпочитал, что 200 кубов на опалювальний сезон. Это даст возможность невикористанный в предыдущем месяце газ применять на потреби наступного месяца. Протестующие также настаивают на увеличении нормы потребления газа по льготной цене с 200 до 400 кубов в месяц. И подчеркивают, эти переговоры только начало. Результата кинцева еще нет пока, но сейчас мы должны понимать, до чего производят эти договоренности, фактически, с экономической точки зрения, для населения. То есть, фактически, это договоренности, которые есть базовыми. На следующей пленарной неделе тарифный Майдан ожидает от депутатов принятия ряда решений, направленных на снижение тарифов и реальную борьбу с коррупцией, а не имитацию этого процесса. Про майбутнього президента FIFA, сборную Украины с гандболу та запорізьких спортсменов-автомобилистов говорим сьогодні у выпуску. Вітаю! Міжнародная федерація футболу назвала имена семи кандидатів на пост президента цієї організації. Список з'явився на офіційному сайті FIFA. Отже, керівником головної футбольної організації світу взимку можуть стати президент Європейської федерації футболу Мішель Платіні, генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно, колишній заступник генерального секретаря FIFA Жером Шампань, президент Асоціації футболу Лібері Муса Біліті, голова Азіатської футбольної конфедерації Салман Аль-Халіфа, принц Йорданії Алібін Аль-Хусейн та колишній міністр Південно-Африканської республіки Токіо Сексвале. Вибори нового президента FIFA відбудуться 26 лютого у швейцарському Цюріху. Відомі всі учасники чвертьфіналу Кубка України з футболу. Усі вісім команд, які продовжать боротьбу за Кубок України, представляють прем'єр-лігу. У чвертьфіналі зіграють Динамо, Шахтар, Дніпро, Луганська Зоря, Полтавська Ворслам, Сталь, Дніпродзержинськ, Луцька Волинь і Олександрія. Жеребкування однієї четвертої відбудеться завтра, 30 жовтня, починаючи з 11-ї години. В ці дні у Запоріжжі збірна України з гандболу проводить тренувальний збір. Наша команда готується до старту кваліфікації Чемпіонату світу 2017. Про настрій гравців та проблеми збірний далі розповідає Дмитро Непомішій. Збірна України у відборі потрапила до однієї групи з Кіпром, Латвією і Грецією. Соперники не є грандами європейського гандболу, та легше від цього українцям не буде. Гандбол вже вміють іграти всі. Це вже не просто якісь слабі соперники, як раніше розглянували. У Латвією в заявочному листі 14 легіонерів, які грають двоє в Норвегії, Франція, Бундесліга. Те ж саме і греки. Шість людей грають в Бундеслігу. Тому всі дуже непрості. А наші соперники, я кажу, що ми вже давно не еліта гандбола. Кадрових проблем у збірної України немає. Замінником Євгена Константинова. Затеєрівець отримав ушкодження на тренуванні. Потеря в нас одна, така глобальна. Женя Константинов, він буквально ще на тренуванні в своїм клубі потянув спину. У нього є проблеми з спиною. Звісно, ми дуже на нього розвитували. Питаються, зараз доктора над ним колдують. Але прогнози не дуже хороші. А так, в принципі, всі живі-здорові. Трохи пізніше приєднаються до команди троє легіонерів. Голгівер Ігор Чуприна і Польовій Юрій Маньковський і В'ячеслав Садовий. Інші готуються. Головний акцент на тренуваннях робиться на тактику. Немножко підтримуємо фізику, приводимо хлопців до одному знаменателі. Скажімо так, тонізуємо. Більших нагрузок не даємо, але все-таки фізикою займаємося. Але в основному це, звісно, робота над тактикою. Ті комбінації, які ми збираємося грати, ті взаємодійстви в захисті. В Заборіжжі збірна пробуде до 2 листопада. Завтра планується провести контрольну гру з мотором. А далі команда вирушає до Києва, а звідти – на перший матч відбору на Кіпер. Я бачу, по хлопцям, по очам, все настроєні нормально, скажімо так. Веселая, оптимістична обстановка робоча. Роботуємо, вирішуємо потихоньку свої задачі. Так що все проходит, я скажу так, в нормальному рухі. Зі збірною Кіпро українські гандболісти зіграють 4 листопада. Дмитро Непоміщі, Костянтин Параскевич, ТВ5. Чемпіон України з баскетболу «Южненський хімік» стартував у Кубку Європи «Фіба». На домашньому паркеті у «Южному» команда Олега Юшкіна у матчі першого туру розтрашила кіперський клуб «Ета». Гості виграли вкидання, після чого зуміли результативно завершити свою першу ж атаку. Це був єдиний епізод, коли кіперська команда виглядала серйозним боєздатним колективом. Далі на майданчику була одна команда «Хімік». Перші очки «Южненцям» приніс Олександр Антіпов, який без перешкод пройшов під кошик і заробив два з фолом. У суперника зовсім не йшли дальні китки. Баскетболісти кіперської «Ети» із 12 спроб жодний так і не реалізували. У «Хіміка» у цьому компоненті все було в порядку. Кращим гравцем у складі українського чемпіона став В'ячеслав Петров, який дебютував на рівні Європи і заробив дабл-дабл 16 очок і 10 підбирань. «Хімік» легко переміг 88-52, а ефектну крапку у матчі поставив дан Олександра Бєлікова. Наступні ігри Єврокубків «Южненцька» команда проведе 4 листопада на майданчику литовського «Ювентуса». Наш наступний сюжет присвячений незвичному виду спорту – трофі-рейди. З'явився у нашому місті він не так давно, але вже набув популярності. Про захоплення спортсменів-аптомобілістів далі розповідає Оксана Якименко. Цей міцспорт з'явився в Україні на початку 90-х. В Запоріжжі трофі-рейд почав розвиватися з 2009 року. Саме тоді компанія «Однодумці» вирішила створити власний клуб. Спочатку це заняття було як хобі, потім переросло у професійну справу. Пізніше ми почали організовувати змагання місцевого рівня. Коли вже добілися результатів в Україні, в чемпіонатах, ми участвували в чемпіонатах, зайняли перше місце в 2013 році. Спочатку мастер спорту, потім чемпіон України по ТР-1 в своєму класі. Після цього ми почали вже бути організаторами. Організовувати змагання в нашої команди виходить дуже добре. Автомобільна федерація не раз довіряла проведенню чемпіонату України запорізьким спортсменам. Багато хто думає, що швидкість головне у цій справі. Але це не так. Основний час йде на пошуки контрольних пунктів за координатами. У кожній категорії вони різні. Категорії завісять від автомобіля, як будувається автомобіль. Якщо автомобіль є звичним внедорожником, це 4 на 4 формули, це повний привод. Це є категорія рейд, туризм, можна так назвати його, любительська серія. Потім йде вже категорія більш складна, це ТР-1. Запорізька команда – одна із кращих в Україні. Її капітан Сергій Тарасюк запевняє, секрет їхнього успіху – це жага до перемоги. Не дивлячись на те, що цей вид спорту не з дешевих, знайти спонсорську допомогу реально. Головне – бажання. Успіх цієї команди не в машинах, не в фінансовій підтримці. Успіх в тому, що кожен людина виснований, достиг якогось свого рівня саме по розвитку. Ребята всі морально були готові, тому що ми дійсно йдемо на якийсь результат, плюс сплоченая команда. Не дивлячись на всі труднощі трофірейду, спортсмени вірять, попереду на них чекають великі перемоги. І незабаром запорізька команда виступатиме у більш серйозних категоріях. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, Руслан Шевченко, ТВ5. Збірна Запорізької області з футболу пробилася до чвертьфіналу Кубка регіонів ФФУ. Після перемоги 5-0 запорізька збірна поступилася у Миколаєві 1-3, але за півсумками двох матчів легко пробилася до однієї четвертої. Жеребкування цієї стадії відбудеться аж в березні. І на цьому у мене все. Переможного вам четверга. Вместо праздника – спасательна операція. В день свого рождения сноубордист із Чилі Рафаэль Піс решил прокатиться по свежевыпавшему снегу. Однак во время спуска з горы встретил необычного попутчика. Им оказалась лошадь, которая увязла в холодном снегу і никак не могла выбратися з зимні ловушки. Сноубордист оставил своє катання і стал помогати животному витащити ноги із снежного покрова. После спасення і небольшого прикорма зверя сноубордист нашел хозяина лошади. Оказалось, що она пропала ще 4 дня назад. Тепер лошадь в порядке і вернулася в свою сем'ю. Ее здоров'ю нічого не угрожає. Це була последняя інформація в выпускі. Напомінаю, о новостях з Запорожжя і області вы всегда можете узнать на нашому сайте tv5.zipi.ua. Якщо ви хочете поделитися з нами інтересною інформацією чи видеоматериалами, розказати про проблеми чи сказати своє мнення, пишіть главред. Це tv5.zipi.ua. В студії работала Алена Матвеєва. Всего доброго! Алена Матвеєва.